Для собаки хозяин все равно любимый. Очень редко бывают случаи, когда хозяин настолько жестоко относится к животному, что собака его не любит. Обычно для нее, то есть если собака накормлена, если собаке хотя бы какую-то ласку дают, она будет любить хозяина, она будет любить дом, в котором она живет, и забрать. Но это все равно, что оторвать просто часть семьи. Это Ротвель Рэми. Ей 5 лет. Хозяйка купила ее на OLX за 500 гривен примерно год назад. Собаку вылечили и привели в порядок. Она уже привыкла к новой семье. Но бывает, что собак могут отобрать и насильственно из-за долгов. Например, в Измаиле за рыжую овчарку торговались почти месяц. Если рассматривать животное в качестве имущества граждан, то можно предположить еще так же, что животное не принадлежит данному конкретному человеку. В принципе, если собака, допустим, опять же, которые продавались, имеет определенную регистрацию, определенный паспорт ветеринарный, то тогда, конечно, можно определить владельца. Если же, как в случае в Измаиле, когда была продана домашняя собака беспородная, без регистрации, то этот, конечно, момент может быть успорен. Забирать животных из-за долгов закон Украины позволяет. Плод питомца уходит с молотка на электронном аукционе «Сетам». Но есть нюансы. Сложно определить стоимость и статус, если нет документов. Мы связались с руководством господприятия и там нам рассказали, что пока что продавали собак только из-за неподобающего отношения хозяев и чаще себе в убыток. Продаж всех собак, которые произошли с момента утворения и деятельности государственного предприятия «Сетам», их было за этот час девять, и включено с теми двумя, которые сейчас продаются, они все продаются за решениями судов о конфискации данных животных. К тому же еще нужно разделять домашних питомцев, сельскохозяйственных и диких животных, которые, кстати, тоже стали появляться на аукционах. Нужно четкое понимание разделения, то есть животные компаньоны и животные СХ, сельхозпроизводство, чтобы сейчас тоже не смешалось, потому что и бык, и корова, они точно такие же животные, как и собака, и кошка. Животные по законодательству Украины, согласно гражданского кодекса, являются вещами. Но с точки зрения закона о защите животных от жестокого обращения, данная норма может быть испорена, поскольку в данной ситуации животные выступают субъектом и объектом одновременно. И в данной ситуации они могут рассматриваться и как домашние животные, которые наделены определенными функциями, опять-таки животные компаньоны могут быть. По словам врачей, в Европе к животным совсем другое отношение. В Германии у них права почти как у людей, разве что голосовать не разрешают. В Канаде, если ты там случайно не будешь обслуживать животное, не будешь проводить лечение, пришел в клинику, животному поставили диагноз, назначили лечение, но ты говоришь, у меня денег нет, и я не буду лечить, сразу идет звонок в полицию, сразу идет звонок в службу защиты животных, для того, чтобы изъять это животное и провести все то, что нужно ему. Сегодня законодательство не ограничивает список животных, которых можно взыскать за долги. Юстиции считают, часто конфискация идет им на пользу. Нужно регулировать это на уровне государства, пока у нас не будет четкого законодательства, не будет законов, прописывающих, а, количество содержания животных, б, правила содержания животных, ц, разведения животных. Вот закон четко регулирующий, вы хозяин собаки, ваши обязанности по отношению к собаке и пошли пункты. Ваши права в случае каких-то кризисных ситуаций на эту собаку доказываются в судебном порядке. А так у нас получается, что вы идете рядом с вами, ваша собака, собака напала на человека, потому что это не моя собака. Все, и это недоказуемо. Практика продажи животных за долги хозяев существует около года. Законодательство эта норма была прописана еще раньше. Но именно в последнюю неделю, во многом благодаря зоозащитникам, возник резонанс. Животные не мебель, чтобы их выставлять на торги и забирать из-за долгов. Все стороны процесса уверены, это временное явление. На данный момент проводится анализ юридической составляющей ситуации, а также мирового опыта. К процессу, помимо представителей Минюста, приобщены нардепы, юристы и зоозащитники.